Итак, друзья, небольшое видео решил записать, видео такое вот больше разговорного плана. Прекрасно понимаю, что нужно показать ловлю крупной платвы на водоеме, обязательно это сделаю. Просто пока сейчас вот нет возможности выехать, но, зная мои вот последние три сезона, я нашел такой вот, скажем так, свой рецептик, как ловить именно крупную, выделять крупную из общей массы платву на фидер. Значит, я пока теорию расскажу, да, потом выйдет видео, где я ловлю уже, да, когда будет, ну, возможность выехать, понимая, что без этого никуда. Значит, начнем с того, что я закармливаю, в общем-то, сектор и точку ловли, как на леща, по большому счету. То есть, это у меня используется примерно 70% грунта, достаточно тяжелого, суглинка, так называемого, темного цвета, ну, под цвет дна в идеале это нужно сделать, но, соответственно, важно искать, где стоит платва, там, да, и, ну, об этом позже. Значит, добавляю обязательно туда, соответственно, 30% мелкодисперсной прикормки, как правило, это шоколадная прикормка, любая платвиная, по большому счету, это не сильно важно. То есть, этому я делаю большой объем, то есть, у меня получается после замеса 17-литровое ведро полное. То есть, добавляю туда опарыша частично ошпаренного, то есть, обездвиженного, и, соответственно, половина, вторая часть у меня опарыш там будет живой. Точность также добавляю туда небольшое количество мотыля, крупного, и смотря, исходя из окуня, если огромное количество окуня рядом, я мотыля добавлять не буду, то есть, мы это не сделаем, да, если окуня в приемлемое количество, добавляю мотыля. То есть, это цель этого первого, скажем так, замеса при кормке, цель настерить ковер на несколько часов ловли и удержать рыбу. То есть, мы должны соблюсти три вещи. Первое, это подтянуть рыбу, это одна тема, да, и на это рассчитана другая прикормка будет, второй состав. Второе, выполнить, да, три условия. Второе, удержать ее на точке ловли. Это вот, соответственно, вот этот состав, о чем я сказал, он будет ее именно удерживать. И третье, это, соответственно, поймать, заставить клюнуть, заставить взять насадку. Значит, первый состав, я закармливаюсь практически пол ведра большими объемными кормушками. Если это вы ловите близко от берега, можно это делать с руки, никаких даже это будет лучше. Естественно, ловите, ловим плотву крупную, там, где эта плотва есть, потому что, а то вы придете там на водоем, где только карасей, а карасей там плотвы просто как таковой нет. Или сама по себе особи с маленькой карбовая базой, там аэроплотвички, они просто там с палец, грубо говоря, там 70-50 грамм, они больше не вырастают никогда. Вот, я для себя такие водоемы нашел, скажем так, если нужно, ну, мне не жалко, я могу поделиться, куда я езжу за крупной плотвой. Значит, второй состав, да, ну, как я сказал, этот состав, первый, да, я выкидываю большими объемными кормушками, застилаю ковер. Второй состав я делаю уже чисто плотвиной, то есть, это там практически, там нет земли, только если это не осенью я ловлю и не по холодной прозрачной воде. Там мелкодиспертная, соответственно, мелкофракционная плотвиная смесь, как правило, это ваниль, шоколад, то есть, я не буду сейчас, чтобы не рекламировать конкретных производителей, но я пользуюсь разными видами, то есть, начиная от Сенсас, Гросс, Гордонс, это отличная прикормка, но очень дорогая сейчас, Гринфишинг, Дунаев, Фуникуром Середы, то есть, это вот, ну, в принципе, вот, наверное, этими я и пользуюсь, то есть, никакими другими, по большому счету, я не пользуюсь. Ну, я их знаю, знаю, они мне знакомые по добавке воды, знаю, сколько времени к шару или, соответственно, прикормка из кормушки будет работать и тому подобное. Значит, кормушки использую клетки, если это река, мы ловим на реке, значит, это пластиковые только кормушки с овальными дырочками для того, чтобы кормушка быстро залетала наверх. Соответственно, вот вторая часть прикормки, это тоже второе 17-литровое ведро, ну, вот, кто удивляется, я вот так ловлю, то есть, я не так часто выезжаю на рыбалку, и мне нужно именно приезжать с большими уловами, в общем-то, так и всегда и получается, то есть, без рыбы я, как правило, не выезжаю. Поэтому второе ведро, это вот будет темповая ловля платвы, это задача первые, грубо говоря, там, 2 часа, я практически постоянно темпую, то есть, дальше уже подбирается темп, вы можете, там, допустим, делать 10 забросов, по 30 секунд ждать, вытаскивать, да, опять заброс вытаскивать, потом уже цеплять поводок и смотреть, подошла ли рыбка, половили там несколько минут, минут 20, допустим, 15, вновь вот этот темп, то есть, как правило, больше 15 минут, 20 я, скажем так, спокойно не ловлю платву, это обязательно должна быть новая сессия темпа. Темп, повторюсь еще раз, это заброс постоянный, с малым количеством секунд между забросами, то есть, моя задача, чтобы и устроить просто гейзер такой, лифтинг мощнейший на точке, что все бурлило, плюс какой еще, я подтягиваю часто мелкую рыбу, устраивая специальный лифтинг, как я это делаю, чаще всего, если у вас нет специальной прикормки, которая лифтит, да, там, в турбо и тому подобное, такого вот класса, то вы можете просто взять горсть сырой прикормки и забросить вот в основную, да, уже увлажненную, чуть перемешали, и забиваете кормушку и пошли ловить. Соответственно, в кормушку я кладу тоже, тоже крупного мотылька и тоже, точно так же, чуть-чуть уже живого опарыша, уже вот в те кормушки, которые я ловлю, да, это вот тот состав второй, который рабочий, так называемый, да, не состав первый, кормовой для накрытия стола. Дальше крайне важный момент, не знаю, почему так получается, у меня есть догадки, но как бы об этом потом сниму отдельное видео, там, с векторами сил и тому подобное, как я это все считаю, что это получается, потому что есть подводные съемки, наверное, вставлю. Значит, на паттерностер, на снесимметричную, симметричную петлю на инлайн, у меня получается ловить крупную платву крайне, ну, скажем так, я не вижу на это разницы, да, то есть попадается вся, я не могу их отделить. Но вот в последнее время я разработал, как бы чуть-чуть усовершенствовал в свою сторону, да, как мне удобно, вертолеты два узла, оснастку, и именно на нее у меня и получается ловить крупную платву. Я даже специально ставил два фидера, один с портоностором, и второй я потом поменял на несимметричную петлю, и параллельно второй стоял у меня именно с вертолеты два узла, именно на мою модернизированную оснастку вертолеты два узла. Что это за оснастка, посмотрите ссылку под видео, я там выложил достаточно давно, можете посмотреть еще раз, там, как я ее вяжу, да, и что она из себя представляет. То есть это подвешенный фактически выше дна насадка, да, с пенопластовым шариком специальным, который специально, ну, рассчитан для того, чтобы поднять поводок. Вот. И крайне важный момент, я тоже для себя это мне подсказал, скажем так, один человек сторожил, и это куриная печень, то есть я режу маленькими кусочками, квадратиками такими, даже или, то есть два варианта у меня как так, так и так работают, либо квадратик, либо длинная полосочка. Насаживаю на 14 номер крючка, и вот такая вот полосочка, скажем так, вот как, получается, она выглядит как червячок, примерно вот, ну, наверное, сантиметр, вот такая полоска, примерно сантиметр, тоненькая просто полосочка, и она чуть-чуть так вот колышется, получается, она имитирует то ли червя, возможно, то ли еще что-то сырое. Куриную печень я не отвариваю, просто сырую. Обрезаю, да, аккуратно насаживаю. Часто бывают крючки с тонкой проволокой, она светает, поэтому здесь можно придумать, что это взять крючок под кашу, под, да, насадки такого вот плана, со спиралькой, то есть можно верхнюю часть этой печени, да, я чуть придавливаю в спираль немножечко, да, и получается так, что она как бы висит, часть ее в спиральке, а часть она висит, и тогда она уже не слетает, и прям вот очень хорошо, надежно держится. Ну, и, соответственно, плавный бросочек такой вы совершаете, да, чтобы не зацепить сзади длинным поводком, я расстелю клеенку, ну, пленку, обычную пленку, на траву прижимаю, просто кладу аккуратно, оглядываюсь и заброс, делаю заброс. В общем, вот такая насадка, я с вами как бы поделился, именно ловли, то есть вот на такую насадку, ни на мотыля, ни на парыше, ни на бутерброд, а вот именно на печень у меня получается последние три года, ну, вот, достаточно хорошо ловить плотву, то есть, ну, вот как на заставке к видео вы видите, да, то есть это плотвички 500-700 грамм, естественно, там, где она водится, да, есть, и я достаточно хорошо отсортировал, то есть у меня процентов 70 в улове и именно такой плотвы, и процентов 30, ну, штатный, грубо говоря, там, 70-50 грамм, и вот так, такого плана. В общем, на этом все, пожалуйста, кому понравилось, хоть, да, что я говорю, нажмите, пожалуйста, пальчик вверх, и нажмите кнопочку подписаться, кто еще не подписан, я надеюсь, что скоро начнем серии уже не обзоров у Дирич, да, а именно серии рыбалок с воды и тому подобное, да, ну, дай бог, бог даст время, я все это буду делать. Спасибо, и всего вам доброго, покупайте Multifish в моем магазине, за качество отвечаю, гарантирую, и почитайте о программе лояльности на сайте Multifish, такого нет ни у кого. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok